Возможно, здесь на территории Украины затесались подобными свастиками. Кошмар, конечно, в 21 веке такое видеть, и такой ложь, и такой обман. Но давайте поговорим о вооружении, о том, как все-таки нам с этими людьми, если их так можно назвать, бороться далее. Сейчас с нами на прямой связи Игорь Левченко, эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения. Игорь, вам доброе утро. Игорь, приветствую. Вот расскажите, пожалуйста, какое оружие сейчас идет в Украину и чем оно нам поможет воевать с этой второй волной российской агрессии на Донбассе, на юге? Во-первых, я хотел бы сразу сказать, что наше военное руководство, полистическое руководство, оно держит в секрете те переговоры, которые происходят по поставкам вооружения и коммуникатору вооружений, которую мы запрашиваем у союзников, которые они нам предоставляют, также стараются особо не афишировать. Если опираться на сообщения, те, которые существуют в открытой прессе, то мы видим, что начались поставки бронетехники. Игорь, вы все еще нас слышите? Игорь, ты нас слышит? Мы, Игоря, к сожалению, не слышим. Коллеги, давайте перенаберем Игоря Левченко, чтобы не портить этот комментарий, который довольно целостные зрители должны услышать. Мы обсуждаем поставки оружия, поставки того вооружения, которое нам предоставляют, которое Украине предоставляют западные союзники. Для чего это делается и каким образом это все получалось, каким образом удалось договариваться с западными союзниками о предоставлении нового вооружения, о каком конкретно вооружении идет речь. Вся эта информация, которая сегодня разрешена к публикации, ее будем обсуждать с экспертом Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорем Левченко. Игорь, вы нас уже хорошо слышите? Да, слышу. О, да и мы вас прекрасно. Вы начали говорить, прошу прощения, из-за технических неполадок пришлось прекратить нашу беседу, прервать. Продолжайте, пожалуйста. Хотел повторить, что основная масса переговоров о поставках вооружения и техники, а также запросах украинской стороны, она держится в секрете. И, в принципе, это правильно. Если опираться на сообщения, которые существуют в открытом доступе, то можно сказать, что уже началась поставка бронетехники. Она носит сейчас пробный характер для отработки всех вопросов логистики, перемещения и так далее. Также мы знаем, что происходит подготовка к поставке и происходит непосредственно поставка средств ПВО. Было сообщение, что из Словакии уже доставлен один комплекс С-300. Я думаю, что речь идет о батарейном комплекте. Также хотел бы обратить ваше внимание, что последними днями проходила турне заместителя госректора США Виктории Нуланд по странам Средиземного моря, Турции, Кипр, Греции, где в основном в Греции и на Кипре. Также одним из предметов переговоров это была поставка этими странами Украины вооружения советских образцов, которые находятся у них на вооружении. Ну, Греция, насколько я понимаю, сейчас не готова. Она все-таки побаивается Турцию, не хочет ослаблять свою ПВО в первую очередь. А Греция предварительно дала, так бы сказать, добро на поставку тех видов вооружения, которые у нее бывают на территории Российской Федерации. Это относится также к... То есть они включают также средства ПВО и бронетехнику, например, БМП-3, которые есть на вооружении Российской Армии, которые применяются в Украине, которые сейчас в определенном количестве захвачены в Украине в виде трофеев и также осваиваются нашими военнослужащими и будут в дальнейшем использоваться в боевых действиях. Ну, из таких важных систем, которые, скорее всего, в ближайшее время прибудут в Украину, это вот эти вот троны Камикадзе американские, про которые говорилось в своем сюжете. Switchblade, который называется? Слушаю. Switchblade, который называется? Да. Да. Которые, в принципе, и в легком варианте, и в тяжелом, достаточно эффективны. И, по моему мнению, будут в основном использоваться для поражения российских средств ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, тяжелых артиллерийских систем типа СМЕРЧ, УРАГАН, возможно, даже оперативно-тактических комплексов типа Точка и Эскандер. В принципе, это такой вот точный инструмент для поражения целей первоочередной важности. Игорь, вот смотрите, Йенс Толтенберг, руководитель НАТО, заявил накануне, что война России против Украины может затянуться и на долгие месяцы, и даже на годы. То есть речь о днях не идет. И в соответствии с этим, якобы, призывает НАТО и страны-участниц планировать поставку вооружения, исходя из этой перспективы. Нет ли у нас такого опасения, что оружие и вооружение будет выдаваться нам, исходя из длительной войны, когда русские войска могут окапываться, могут находиться на, вести позиционную борьбу, вот у вас войну, у вас нет такого, скажем так, опасения, что нам не дадут наступательной техники в достаточном количестве, чтобы выбить российских оккупантов в ближайшее время? Ну почему же? Я думаю, что поставки будут только нарастать, номенклатура и серьезность вооружения также будут только нарастать, особенно в свете принятия закона Ленд-Лиза в Соединенных Штатах Америки. Что нужно понимать, что затягивание войны возможно в том числе из-за того, что России будет необходимо какое-то время для того, чтобы нарастить свою группировку, подтянуть какие-то резервы для того, чтобы продолжить наступление против Украины, потому что российское руководство пока что не отказалось от агрессивных планов относительно Украины. Со своей стороны нам также для освоения новых типов вооружения, которые нам будут поставляться, возможно разворачивание новых частей и подразделений, также будет необходимо время. Это недели, возможно месяцы, поэтому в ближайшие недели это однозначно. Да, я так понимаю, что сейчас вообще меняется ситуация. В НАТО уже заговорили о том, что, вот я сейчас просто процитирую, Дольчевеля об этом сообщает, значит цитирую Йенса Столтенберга, мы согласились с тем, что должны еще усилить нашу поддержку Украины, чтобы Украина взяла вверх перед лицом российского вторжения. То есть на сегодняшний день в НАТО уже начали признавать срочность передачи Украине оружия, не исходя с точки зрения того, что возможно война затянется на несколько месяцев, а может быть и лет. Да, но это, понимаешь, это та же статья, и это по сути продолжение той же мысли Йенса Столтенберга, и поэтому такая коллизия и возникает в вопросе. Все-таки они за быструю поставку или за то, что долго будет длиться война в Украине? Да, ну по сути... Я опять хочу повторить. Да-да, продолжайте. То есть по сути это даже не вопрос, а констатация факта. Да, она будет только нарастать, и что нужно понимать, что даже в случае, если мы выбьем противника с нашей территории, подпишем даже какое-то перемирие, мирное соглашение, если путинский режим не рухнет, то мы сразу должны начинать готовиться к новой войне, к новой российской агрессии, и не зря в законе Ленд-Лизе, в американском, простите, пожалуйста, очень плохая связь. Да, да. Вот эту мысль мы услышали. Огромное вам спасибо за то, что поделились своим мнением о перспективе поставки вооружения в Украину. Все за этим очень следим, хотим, чтобы война быстрее закончилась. Еще раз благодарим Игоря Левченко, эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения. На самом-то деле, разоружать, вот надо Россию продолжать не только военными действиями на фронте, но также и санкциями, которые приводят к огромному дефициту среди ряда самых различных товаров, начиная от сахара, заканчивая косметикой.